Ух ты, самая сильная гроза за это лето. Вчера, не поздним еще вечером, как бы еще засветло, в Екатеринбурге сильно потемнело и на уральскую столицу обрушилась краткосрочная, но мощная гроза с громами, молниями и ливнем. Казалось бы, эко не видаль, эко не слышаль, гроза летом, что об этом рассказывать по ящику. Но в этом году осадки нас настолько не баловали, ни снег, ни дождь, что вот прям приходится радоваться даже вполне заурядной, хотя и очень громкой и очень красивой молниеносной грозе, запечатленной многочисленными фотографами. Самым ярким эпизодом этой природной стихии можно считать возгорание от молнии водонапорной башни, дислоцирующейся на вторчермете на территории войсковой части. Казалось бы, как может вспыхнуть водонапорная башня? Там же вода! А видимо, как известно, с уроков химии пошел гидролиз воды с выделением взрывоопасного гремучего газа и с последующим обратным синтезом. Но самое удивительное то, что пожарные во время ливня приехали на этот водонапорный пожар и затушили его, прикиньте, водой, поливая из-за забора ВЧ. Дождь им в помощь. Короче, на башне было настоящее шоу «Огонь, вода» и «Ижи с ними». Хотя вообще-то водонапорная башня считается заброшенной. Но в остальном было ништяк. Молнии никого из разумных не сожгли, деревья и рекламные щиты ни на кого не рухнули, по крайней мере, пока об этом не сообщалось. Зато непродолжительный ливень прибил к земле этот доставший уже аллергический тополинный пух жара июль. Дневная духота хоть чуток пропиталась влажностью. В общем, как говорил Иван Васильевич, красота-то какая лепота. Да. Некоторые люди даже вели прямые трансляции грозы в интернете. И народ смотрел и писал комментарии. Кто-то, конечно, недоумевал, типа, че нам на монитор глазеть? Время тратить, если гроза в офлайне у нас за окном. Но, друзья, грозовой фронт ведь был не по всему миру. Были где-то территории, над которыми висели засуха и пекло. Но с помощью интернета люди могли насладиться чужой грозой. А между тем синоптики объявили штормовое предупреждение. В ближайшую неделю в Уральских горах ожидается разгул стихии. В ежедневном режиме, хоть и жара, но сильные дожди, иногда даже с градом грозы и шквалистый ветер временами до 25 метров в секунду. Сбудутся эти предрекания или нет, посмотрим. Но вообще есть шанс, что очень скоро все мы привыкнем к летним ливням. И мы уже больше не будем делать репортажи о каждой грозе. Ну, если, конечно, она не принесет жертвы и разрушения. Не приведи, Господь.